Наши жизни зачастую находятся в руках врачей, о качестве их работы говорят самые различные данные и обстоятельства. Но звание заслуженного врача Российской Федерации говорит само за себя. Галина Николаевна Лазарева, заведующая консультативным отделением Рязанского областного кардиологического диспансера, настоящий профессионал и вдобавок красивая и обаятельная женщина. А недавно президент подписал указ о присвоении ей звания заслуженного врача России. Я очень горда и благодарна президенту за оказанную честь. Он подписал приказ о присвоении звания заслуженного врача Российской Федерации. Благодарна нашему губернатору Олегу Ивановичу Ковалеву, который поздравил мне телеграммы, нашему главврачу, нашей администрации, кардиодиспансера и Министерству здравоохранения за оказанную честь. И думаю, что своей работой в течение жизни, и дай бог, еще предстоящей работой, я оправдаю такое высокое доверие. За ее плечами спасение не одной тысячи человеческих жизней. А ведь помимо работы еще семья, дети, и все нужно успеть. Но как бы то ни было, для настоящего врача и его пациента вторая семья. И люди это чувствуют. Я, конечно, очень благодарен врачам, очень. Все равно спасли жизнь. Говорят, жить и жить еще. Хотя, как говорит сама Галина Николаевна, во многих случаях сердце нужно лечить не лекарствами, а ласковым словом и вниманием. Просто нас зачастую некому выслушать, оттого и болит сердечко. Эту теорию подтверждают и коллеги Лазаревой. Выслушать внимательно, выслушают. И совет вам дадут, а потом лекарства. Красивая, обаятельная, сильная женщина. Заслуженный врач Российской Федерации. Раньше про таких, как Галина Николаевна Лазарева, снимали фильмы. Возможно, когда-нибудь творческие, большого таланта люди вновь станут экранным примером, сменив, наконец-то, предельно надоевший кинокриминал и ненастоящее страдание героинь сериалов.